В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Вечный огонь, как вечная минута молчания. Площадь мира в полдень 9 мая станет эпицентром праздника. Здесь пройдет митинг памяти. Затем торжественное прохождение войск Архангельского гарнизона. Торжественным маршем пройдут коробки наших военных, юнгашей, кадетов и так далее. По набережной Северной Двины, далее по улице Карла Маркса, выходят на Троицкий проспект. Торжественным маршем идут по Троицкому проспекту. К ним присоединяется бессмертный полк. Особое внимание ветеранам и участникам Великой Отечественной. Для них по распоряжению мэра Виктора Павленко будет организована полевая кухня и концерт с участием заслуженной артистки России Аллу Сумароковой. Для героев она исполнит песни со своего нового диска «Архангельский город воинской славы». Ну а вечером поморская столица будет салютовать 69-й весне без войны. В 22 часа снова на сцене, установленной в районе Площади мира, состоится концертная программа «Молодежная. Мы дети твоей победы». В 22 часа 55 минут мы планируем уже подготовку к салюту в городе воинской славы Архангельску. В 23 часа первые залпы у нас состоятся праздничного салюта. Полная программа празднования Дня Победы будет опубликована на сайте мэрии архангельска. Мэрия Архангельска продолжает реализацию программ поддержки семьи и детства. Об опыте работы рассказали участники заседания общественного экспертного совета по вопросам женщин, семьи и детей. Для этого у нас реализуются муниципальные целевые программы «Семья и дети Архангельска». Это самая главная программа. Мы решаем проблему сохранности жилья для детей и сирот. Для этого в городском бюджете по распоряжению мэра города Архангельска предусмотрены средства на ремонт жилья, которое закреплено за детьми, имеющими статус детей и сирот. В Архангельске работают городские клубы для молодых семей. Архангельский центр охраны прав детства. Реализуется программа «Жилье для молодых семей». Однако при реализации межведомственных целевых программ муниципалитеты сталкиваются со многими сложностями. Например, в Архангельске 21 молодая семья не может реализовать сертификат на приобретение жилья, потому что федеральные деньги поступили только в сентябре 2013-го, и часть сертификатов не была выдана. В соответствии с законом, все нереализованные до конца года средства были возвращены в федеральный бюджет, но на сегодняшний день обратно они так и не поступили. По мнению Ирины Орловой, назрела острая необходимость в совместном с правительством региона обращении в федеральное министерство для корректировки реализации программы. Центр любого населенного пункта – это его визитная карточка. Правда, Архангельску с такой визиткой, как на пересечении улицы Поморской и проспекта Троицкого, мягко говоря, живется не очень комфортно. Речь идет о территории бывшего кафе, которое ежегодно больше походит на мусорную площадку. На этих кадрах 2011 год. Кафе «Хазар» на перекрестке Троицкого проспекта с улицы Поморской идет под снос. Несанкционированная постройка долго портила эстетический вид исторического центра столицы Поморья. При этом никаких разрешений на ее строительство в мэрии Архангельска получено не было. После продолжительных разбирательств суд вынес вердикт – кафе убрать, земельный участок освободить. Однако от ответственности за поддержание чистоты и порядка на этой площадке, а именно подвала бывшего кафе и прилегающей территории, владельцы не освобождены. Но на практике сложилась иная ситуация, и администрация города вынуждена была принять меры. К нам направлено в адрес собственников сооружение поручения для того, чтобы содержать его в надлежащем санитарном состоянии, в соответствии с правилом благоустройства изменения, соответственно, содержание самого сооружения и прилегающей к нему территории. Которую администрация округа в ожидании реакции со стороны собственников сегодня вынуждена приводить в порядок своими силами. Интересно, что совладельцем участка в историческом центре города является региональный омбудсмен Николай Евменов. Сейчас он находится в отъезде, и наша съемочная группа связалась с ним по телефону, задав один вопрос. Почему территория принадлежащего им участка не содержится должным образом? Я бы хотел, чтобы моя позиция была отражена по данной теме без комментариев. Меня на месте нет, я документов не видел, и, следовательно, там какие-то позиции сегодня отражать более конкретные. Я бы пока не хотел, они были бы преждевременны. Однако времени ждать сегодня нет. Центр города не может быть рассадником грязи и мусора. Убирается время от времени, но желательно, что почаще она убиралась и покрасивее. Так или иначе, этот участок улицы Поморской не будет центром притяжения проблем. Здесь по просьбе общественности и музейного объединения художественной культуры Русского Севера скоро появится сквер имени Степана Писахова. Эту идею поддержал мэр Архангельска Виктор Павленко. Совместными усилиями мэрии Архангельска и областного правительства необходимо решать и задачи по капитальному ремонту дорог. Тему продолжит Алексей Карельский. Вот так в сентябре прошлого года огнедышащие машины побеждали дорожные огрехи и омолаживали свежим асфальтом Ленинградский проспект. От поселка второго лесозавода до Жировихи. Это было только началом большого проекта мэрии Архангельска по капитальному ремонту и реконструкции магистрали от окружного шоссе до границы с Приморским районом. Подразумевает полная реконструкция, замена существующих сетей инфраструктуры. Это и дренажно-ливневая канализация, это если попадают в эти сети водопровод, тепловые сети, также предусматривается полностью их модернизация. На капитальный ремонт дороги в сторону Уймы муниципалитет планировал направить более 200 миллионов рублей. Однако правительство региона, заморозив программу развития Архангельска как областного центра, фактически лишило город этих средств. Жительница поселка Силикатчиков Любовь Горлышева рискует так и ездить каждый день в центры обратно по пришедшей в негодной страссе. Дороги, конечно, ужасные, ямы латают дырочки всякие маленькие, но это все выбивается и постоянно приходится ремонтировать подвеску. Подвеску починить можно. А кто восстановит репутацию региона? Дорога эта ведет к известному далеко за пределами нашей области памятнику истории и культуры, музею Малой Карелы. И тысячи туристов на пути к прекрасному вынуждены на себе ощущать одно из двух главных бед России. Это уникальное место. Поэтому, когда едешь, хочется, чтобы тебя встречала и прекрасная инфраструктура, в частности, наши дороги. Это боль, конечно, всей России, но для Архангельской и Архангельской области это, наверное, боль вдвойне. Эта боль сейчас очень тревожит и директора музея Сергея Рубцова. В июле исполняется 50 лет музею. Действительно, мы ждем наплыва гостей, в том числе и статусных гостей. Я думаю, что ремонт дороги не помешал бы к этому времени. Капитальный ремонт дороги на Малой Карелы возможен только при условии возобновления программы развития Архангельска как областного центра. Но пока это предложение мэрии столицы Поморья упирается в стену непонимания, отделяющую руководство области от нужд горожан. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. И в продолжении дорожной темы. Проблема автомобильных парковок во дворах – бич многих городов. Количество машин в Новодвинске с каждым годом растет. Как борются неравнодушные новодвинцы с автомобильной экспансией дворовых территорий, расскажет Ирина Кузнецова. Вот так с большим трудом проходят жители дома номер 9 по улице Мира свою дворовую территорию. Кругом не только огромные лужи, но и десятки машин. Рядом с домом детский сад. Автомобили паркуются вплотную к забору. Детям во время прогулки приходится дышать выхлопными газами. Виктор Александрович Иванов неравнодушный городским проблемам человек. Он уже не первый год борется с этой проблемой. Я обратился в прошлом году в нашу администрацию и лично к Белоглазову с предложением устроить парковку на другой стороне нашего дома. Там пустырь, абсолютно свободный, за дорожкой, за пешеходной. Это вполне приемлемый участок для организации парковочных мест. И на мое предложение получил обыкновенную отписку, что якобы там не может потом проехать какая-то пожарная машина. Машины во дворах паркуются где попало. И, как ни странно, законно. Такая парковка, как оказалось, не является нарушением. Областные депутаты не так давно убрали статью, которая предусматривала ответственность за нарушение правил стоянки. Сейчас сложившейся ситуации выход один – вернуть статью на место. Отместительной ответственности привлечь водителей за парковку именно на газоне на данный момент не представляется возможным, ввиду отсутствия санкции. Здесь есть один нюанс. Если газон огражден бордюрным камнем, бордюрный камень ярко выражен, то есть он не разрушен, его видно, он выступает над границами асфальтового покрытия. Тогда водитель не имеет права переезжать через этот газон с целью парковки. Чтобы все было по закону, автовладельцы должны обратиться в администрацию города с просьбой выделить землю под парковку. Но строить они ее должны за свой счет. Подобные примеры в Новодвинске уже есть. Чуть больше месяца остается до вступления в силу антитабачного закона. С 1 июня курить запретят в поездах, на кораблях, в гостиницах, ресторанах и кафе. Об этом на прошлой неделе за круглым столом говорили архангельские правоохранители, юристы и журналисты. Участники регионального пресс-клуба пришли к выводу, что в новом антитабачном законе еще очень много знаков вопроса, которые необходимо решать. Как заставить эффективно работать этот закон, мы спросили у жителей Архангельска. Я считаю, что правоохранительные органы, прежде всего полицейские, должны контролировать, более жестко контролировать и штрафовать курящих людей на улице. И пресекать это сразу. Я считаю, что не только правоохранительные органы должны действовать, но и сами люди принимать какие-то меры, чтобы меньше курили в общественных местах. Возможно, какую-то информацию расклеить, какие последствия бывают, диагнозы врачей, я думаю, это может быть. Потом рождаемость детей после этого. Много очень детей нездоровых рождается после того, как родители курят. Я сама не курю, являюсь примером для тех, кто курит. Поэтому я считаю, лучше не курить и вести здоровый образ жизни. Но люди не обратят на это внимание, как это обычно бывает. Но я думаю, что даже таблички не помогут. Но как бы все равно курение, я считаю, что это болезнь уже. Но больше спортивных обществ нужно. Как президент сказал, что ГТО отводят, готов к труду и оборудованию. То, что мы помним с старых времен, это тоже очень замечательно. То есть соревновательный дух нужно какой-то вводить. Экспертом сегодняшней темы дня выступит заместитель директора Архангельского центра социальных технологий «ГАРАН» Татьяна Буреева. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с 1 июня вступает в силу очередная часть антитабачного закона. На что распространяется запрет? И все ли готово к его реализации? Как вы правильно сказали, вступают запреты. И запреты коснутся предприятий, оказывающих услуги общепита. Это рестораны и бары, это гостиницы, это поезда дальнего следования и корабли дальнего плавания. А также рынки, помещения рынков и в помещениях, оказывающих услуги торговли и бытовые услуги. Все готово для его реализации? Вы знаете, не все, но у нас есть еще в запасе один месяц. В частности, требования к знаку сейчас находятся в Минюсте и не утверждены. Соответственно, официально не опубликованы. Также не утверждены требования к оснащению специальных мест для курения табака. Известно, что специально отведенные места для курения законом не предусмотрены. Поэтому, скорее всего, граждане будут стараться пренебрегать запретом. Кто будет контролировать соблюдение закона? На самом деле, законом прописаны некоторые места для курения, в частности, многоквартирных домах. Но они, естественно, должны быть специально оснащены. А также места на открытом воздухе. Требования, к сожалению, пока не утверждены. Но в любом случае, они будут утверждены до конца мая. Должны быть утверждены до конца мая. Кто будет контролировать закон? Зависит от того, в каком месте закон нарушается. И есть ряд организаций, осуществляющих функции надзора и контроля. В зависимости от их полномочий, в зависимости от мест, они будут осуществлять эту функцию. Вообще вопросов и несостыковок много. Например, как определить, на каком крыльце здания можно курить, на каком нельзя. Как эти прословутые 15 метров от входа на вокзал отмерять? И вообще, где можно получить разъяснение по антитабачному закону? В настоящий момент по нашей инициативе, по инициативе Центра социальных технологий «Гарант» на базе Центра медицинской профилактики работает горячая линия. Телефон 21-30-36. Можно позвонить туда в будние дни с 10 до 16 и обратиться с вопросом, куда пожаловаться, если закон нарушен. А вообще можно обращаться в полицию. Если мы говорим о предприятиях общепита, это Роспотребнадзор, все, что касается нарушений на транспорте, это Ространснадзор. То есть у каждого места есть орган, который должен контролировать. А для людей-то, курящих, будут знаки какие-то определяющие? Знаки должны быть. Вообще, в соответствии с законом, знаки должны быть везде размещены, как только требования к знаку будут утверждены. Они будут утверждены? Они будут. Они разработаны Минздравом Российской Федерации. И на самом деле они были утверждены в 2013 году, но в связи с тем, что полномочия по надзору были пересмотрены, требования будут переутверждены. Но на самом деле они не меняются. И в принципе с требованиями можно уже познакомиться, какой знак должен висеть и в каком месте. Мы будем надеяться, что они будут работать, эти знаки, и все будет сделано. Спасибо большое, Татьяна Борисовна. Напомню, экспертом нашей рубрики была заместитель директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Татьяна Буреева. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. По данным МЧС, Северная Двина от Котласа до Усть-Пенеги очистилась от льда. При этом возможна встреча с отдельными льдинами в местах крутых поворотов и на мелководьях. На акватории порта Архангельск наблюдается ледоход средней интенсивности. Лед пропускают Никольский рукав и Маймакса. Подтоплений не наблюдается. На общегородской планерке в мэрии обсудили прохождение отопительного сезона 2013-2014. Как отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин, все энергоснабжающие компании столицы Поморья прошедшую неделю работали в штатном режиме. Минувшие выходные специалисты Архоблэнерго заменили 30 метров теплотрассы, проходящие под Маймаксанским шоссе. Работы были выполнены в рекордно короткие сроки. Кроме того, всю минувшую неделю проводили работы по повышению надежности сетей, а также готовились к предстоящим майским праздникам. Почетное консульство Норвегии в Архангельске и представительство Баренцева секретариата в Российской Федерации проводит фотоконкурс в объективе Норвегия, посвященный 200-летию Норвежской Конституции. К участию в конкурсе принимаются художественные фотографии и Инстаграм любого жанра по тематике Норвегия до 30 апреля включительно. Самые достойные кадры будут представлены на фото-выставке 17 мая во время празднования Национального дня Норвегии. Бронзовую медаль со Всероссийского чемпионата по кикбоксингу привез в Котлос 16-летний Николай Логинов. Несмотря на юный возраст, это опытный спортсмен. Чемпион Архангельской, Вологодской, Кировской областей, Приволжского федерального округа. Двукратный чемпион международного турнира Кубок Петра в Санкт-Петербурге. Серебряный призер Кубка мира в Анапе. Как добился успеха Котлоский боксер в нашем следующем сюжете. За четырехлетнюю спортивную карьеру это был его сотый бой. Соперником Николая Логинова в весовой категории до 71 килограмма стал титулованный омский спортсмен, кандидат в мастера спорта. Устоять перед таким было сложно, но Котлоский мальчишка с достоинством продержался все три раунда. Правда, по очкам занял третье место. Его соперник Сибиряк стал победителем соревнований. В прошлом году на Всероссийском чемпионате в Красноярске другой воспитанник Эдуарда Корякова, 15-летний Егор Харченко, стал чемпионом России. Но Ульяновский парню не повезло. Он выбыл из борьбы практически в самом начале соревнований. У Егора пошла носом кровь, и медики были вынуждены снять его с турнира. Сегодня в Котлосской школе кикбоксинга занимается около 40 человек. Не только подростки, но и взрослые мужчины. Со слов председателя городской федерации по кикбоксингу Эдуарда Корякова, наибольший приток кикеров произошел, когда местом тренировок стал не спортзал седьмой школы, а спортклуб «Витязь» на проспекте Мира 37. Сейчас в распоряжении спортсменов три зала общей площадью 200 квадратных метров. Воспитываем чемпионов. И не чемпионов, а просто детей. Чтобы занимались, ходили, развивались. Поменьше времени оставалось, как говорится, на улице глупостями заниматься. Как любая борьба, кикбоксинг дает много полезных навыков. Умение мгновенно концентрироваться, побеждать страх, не падать духом в самых сложных ситуациях. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 30 апреля доллар США 35 рублей 70 копеек, евро 49 рублей 51 копейка. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания. Вопрос психологу». Тема сегодняшнего разговора – обида. Гость программы, врач-психотерапевт высшей категории Владимир Кузнецов ответит на волнующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. А у меня на этом все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Здравствуйте! Это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Жизнь – довольно странная штука и сложно выразить коду. Не будем впадать в глубокую скуку. Лучше послушаем про погоду. И о погоде на 30 апреля. Среда. В Котласе плюс 15. Дождь и пасмурно. Плесецк, как и Котлас, хмурый и дождливый. Плюс 8 на термометре. Вельск плюс 11. Облачно, слабый дождь и такой же слабый ветер. И о погоде в самом Архангельске. Сегодня, в последний день апреля, пасмурно. Утром без осадков. Плюс 3. Ветер слабый. Днем воздух прогреется до плюс 4. Дождь. Вечером же похолодает до минус 1. И, возможно, небольшой снег. Весна. Время любви. Ну вот какая весна, такая и любовь. Такая к ты. Один лишь раз на все житя. Невисто чайкаетя. Ковы без тебе я. Любите друг друга и телеканал ПС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин